Всем привет, на связи Бабаев. Сегодня я научу вас как правильно писать жалобы или отчеты на форум, а также рапорты. И не забываем о том, что я играю на проекте Amazing RP на великолепном сервере Green. Многие задаются вопросом, для чего нужно понимать это все и для чего им рапорта и отчеты в организациях. Они нужны для того, чтобы написать отчет или рапорт на повышение, ведь писать его надо правильно. Например, вы вступили в воинскую часть и хотите повыситься с первого на второй ранг, и вы просто не знаете, как это сделать. Сегодня я вас и научу. А мы не забываем нажать на кнопку лайка и подписки. Погнали! А теперь мы переносимся на рабочий стол. Первое, что нам нужно сделать, это создать папки с вашими критериями и посмотреть, какие у вас критерии. Для начала вам нужно зайти в интернет, то есть заходим в инет. И пишем там форум Amazing RP. После этого нажимаем сюда и заходим в сервер Green. У меня сервер Green, у вас может быть вообще другой, на котором вы играете. После этого вы нажимаете на государственные организации. Ищите вашу организацию, в которой вы хотите написать рапорт. Нажимаете воинская часть номер 1. И ищем критерии для присвоения очередного воинского звания. У вас могут критерии находиться вообще в другом разделе, но у меня вот здесь. После этого ищем критерии, а то есть критерии с рядового до Ефрейтера. Это принять присягу, сдать сборку-разборку АК-105М, сдать устав воинской части, присутствовать на двух лекциях, присутствовать на экскурсии от инструктора учебного центра. Это все нам нужно сделать в течение одного дня, чтобы повыситься до Ефрейтера. Но вы должны понимать то, что эти критерии вы должны сделать сами. То есть подойти и сделать скриншоты. Мы будем говорить про это. Допустим, принять присягу. Вы должны подойти к вашему главному и попросить у него принять у вас присягу. То есть вам нужно заскринить начало присяги и конец присяги. Так же мы с уставом. Допустим, ваш командир говорит, рядовой ваша фамилия будет сейчас сдавать устав. Это вы фиксируете и также фиксируете конец устава, как ваш командир говорит вам о том, что вы закончили говорить устав. После того, как у вас есть все скриншоты ваших критерий, вам нужно сделать следующее. А то есть создать папки ваших критерий. Я говорю свой способ и хочу объяснить это вам более легким путем. Так что просто смотрите. Для начала опять же заходим в интернет и смотрим на ваши критерии. И просто делаем вот такое окошечко, чтобы мы могли с легкостью смотреть на критерии. И создаем папки с названием критерий. Не прям в точь-в-точь, а чтобы хотя бы было понятно. Допустим, первая папка это принять присягу. Вторая папка это сдать сборку и разборку АК-105. Просто АК-105. Третья папка это сдать устав. Просто пишите сдать устав. Четвертая это присутствовать на двух лекциях. Вам нужно найти скриншоты, которые вы сделали в игре. То есть мы заходим на мой компьютер, локальный диск С, папка Амазинг Геймс, Амазинг Граша. Ищем здесь опять же папку Амазинг, скринс и находим сегодняшнее число. То есть у нас сегодня 29-е. Нажимаем на 29-е число. Но скрины я делал 28-го. Все скрины на 28-е августа. И смотрим. То есть сначала смотрим сборку. Давайте сначала найдем две лекции. Смотрим на скриншоты и ищем здесь две лекции. Допустим. Начало опять же и конец. Открываем с помощью Paint. Вот. Вот первая лекция. Сейчас я проведу вам лекцию на тему новобранцы. Это начало. То есть вот начало вставляйте в две лекции. Потом смотрим на вторую. Лекция на тему новобранцы окончена. Все. Вы вставили... У вас уже есть одна лекция. То есть начало и конец. И все это вам нужно сделать со всеми папками. То есть перенести вот эти скриншоты, распределить эти скриншоты по своим папкам. То есть ваши критерии нужно распределить просто по папкам, чтобы они были в своих... После того, как вы распределили ваши критерии по папкам, то есть ваши скриншоты, вам нужно сделать следующее. То есть создать папку с именем на то, куда вы повышаетесь. В мое время это Еврейтор. Закидываем все папки вот сюда. Все. Ваши папки будут здесь. После этого вам нужно зайти в игру и заскринить команду stats, команду pass и также команду mytk, то есть ваш паспорт, трудовую книжку и статистику. Переходим в игру. После того, как вы зашли в игру, вам нужно заскринить ваш паспорт. Заходим в игру. Пишем команду pass и ваш id. В моем случае это 411. И вам нужно заскринить это. То есть как это заскринить? Пишем команду t и быстренько нажимаем на кнопочку f8. И также нужно сделать с остальными командами. То есть пас уже есть. Осталось написать mytk. Переходим на вашу организацию, в которую вы на данный момент, у меня воинская часть. И также это фиксируете. После этого пишем команду stats. И опять же это тоже нужно зафиксировать. То есть просто нажать на кнопочку команду time и f8. После этого всего вы можете переходить на рабочий стол и продолжать. И в принципе все. Дело осталось за малым. Вам нужно написать отчет на форум. То есть вам нужно обратно зайти в интернет. Вот мы уже на форуме. Выходим с этой страницы и ищем рапорт о прохождении курсе молодого бойца. Опять же у вас может называться по-другому. Но здесь это так. После этого опускаемся в самый низ. И переходим на первую страницу. Перелистываем на самый верх. И вот здесь будет форма подачи рапорта. Копируем форму подачи до слова подпись. Копируем и опускаемся опять же в самый низ. Переходим на самую последнюю страницу. В моем случае это 51. Опускаемся обратно в самый низ. И вставляем это вот сюда. Изначально рапорт у вас будет примерно вот таким. То есть у вас не будет соблюдаться структура рапорта. И вам придется ее сделать примерно вот таким. То есть чтобы вот эта часть текста была справа. Слово рапорт было в середине. Эта часть текста была слева. И эта была справа. Для начала мы должны заняться структурой рапорта. А потом заполнение его. Во-первых нам нужно вот это полностью выделить. Нажать на кнопку выравнивания. И сделать по правому краю. Опять же в вашей организации может структура отличаться от этой. Но практически во всех организациях структура такая же. После этого мы берем слово рапорт. И нажимаем по центру. Теперь у нас слово рапорт по центру. А этот текст будет справа. Этот слева. Он должен быть слева. И дата и подпись должны быть справа. После этого мы убираем все ненужные части. То есть читаем. От военнослужащего, проходящего КМБ, звание и фамилия, имя. Убираем вот эти кавычки. Потому что за это могут отказать рапорт. Также везде убираем эти кавычки. И в слове дата, мы в пункте дата, мы убираем вот эти буквы. Вот эти команды мы не трогаем. Потому что они считаются, но они не считаются как за нарушение. Можно их просто оставить. Это уже по желанию. После этого заполняем от военнослужащего, проходящего КМБ, звание. Пишем фамилии, имя и отчество в игре. Отчество вам нужно придумать. В моем случае это Боров Дмитрий. И придумываем отчество Олегович. И фамилии, имя заполняем во всех пунктах. То есть здесь тоже. В принципе все. Рапорт мы заполнили. Осталось следующее. Просто написать дату и подпись. Но рапорт мы, конечно, заполнили не до конца. Мы просто его подструктуровали. А теперь мы переписываем пункты с папок на форум. Не в точь-точь, но просто, чтобы хотя бы было понятно. После того, как мы заполнили это все, нам нужно указать ссылки на наши скриншоты. Вы спросите, как же это сделать? Для этого нам понадобится любой фотохостинг. В нашем случае это будет Япикс. Заходим в Япикс. И нажимаем на кнопочку загрузить изображение. После этого находим наши скриншоты. То есть в моем случае это рабочий стол. И Ефрейтор. Нажимаем на кнопочку две лекции. Указываем вот эти скриншоты, то есть выделяем их. И ждем, пока они загрузятся. Все, скриншоты загрузились. Теперь нам просто нужно скопировать ссылку. Нажимаем на кнопочку копировать. И нажимаем на... И здесь в пункте две лекции просто вставляем ссылку с помощью комбинации Ctrl плюс M. Так же мы делаем с другими пунктами. Нажимаем на кнопочку новый альбом. Теперь нам нужно указать следующую критерию. Опять заходим на рабочий стол, Ефрейтор. И нажимаем на кнопочку на папку АК-105М. И опять же выделяем эти скриншоты. Опять выделяем их. И эти скриншоты начинают обратно грузиться. И вот наша ссылочка. После этого копируем ее, переходим опять на форум и вставляем ссылку. Все это нужно сделать с другими пунктами, то есть сборка АК-105 и экскурсия. Начинаем. Субтитры создавал DimaTorzok В принципе мы заполнили наши критерии. Осталось заполнить такие пункты, как ксерокопия паспорта, ксерокопия трудовой книги и ксерокопия личного дела. Нам нужно найти те скриншоты, которые мы опять же делали в Амазинге. Амазинге, то есть паспорт, трудовая книга и статистика. После этого переходим в Япекс. Ждем пока пройдет реклама. Нажимаем на кнопочку загрузить изображение и находим папку EFREATOR. Она находится на рабочем столе. И в первую очередь мы берем паспорт. Нажимаем на кнопочку открыть. Опять нажимаем на кнопочку открыть. У нас открывается ссылка. Копируем ссылку. Опять же перекидываем это сюда. И все так же делаем, как с этими пунктами. То есть опять трудовая книга и так далее. Все, в принципе, мы написали весь рапорт. Рапорт полностью готов и можно его выставлять. Поздравляю, вы написали рапорт. И теперь осталось просто подойти к вашему главному полковнику или генералу и сказать, чтобы он проверил ваш рапорт. И все будет нормально. А на этом все. На связи, как всегда, был Бабаев. Если это видео было полезно вам, то, пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Всем удачи и всем пока.